КАТОРЖНАЯ ТЮРЬМА Поэты и шпионы, военнопленные и артисты. Самая знаменитая тюрьма России всегда считалась элитной, и историю страны можно изучить по биографиям ее заключенных. На заброшенном кладбище память о них давно уже стерлась, вот только стены, туго обтянутые колючкой, хранят свои вековые тайны, секреты и легенды Владимирского Централа. Четко прослеживается в Владимирском Централе вся история России. За этими стенами живет эпоха, закрытая, спрятанная от чужих глаз история десятилетий жизни страны. Здесь редко шутят, будто боясь вспугнуть тюремные привидения. Этот призрак невидим постороннему взору, но говорят, его можно услышать как бой часов или почувствовать прикосновение как будто другой эпохи. Владимир тоже был как бы последним кругом ада. Самое страшное в тюрьме – это тишина. В стране, где за слово сказанное или написанное могли расстрелять без суда и следствия, не могло быть шумной и веселой тюрьмы. Централ жил так, как было принято жить на воле. То есть стояла тишина. То есть было такое время, что действительно было очень строго, и люди болели в свою жизнь, и жили в камерах, как уже, так говорится, то, что, как говорится, выпало на их долю. То есть сидели в камерах и ждали своей участи. Официальный день рождения тюрьмы – 5 апреля 1781 года. Владимирский Централ начали строить прямо на дороге знаменитой Владимирки, по которой тысячами следовали из Москвы в Сибирь каторжники, позвякивая тяжелыми кандалами. Строительство Централа заняло всего два года. Екатерина II, по чьему указу и строилось заведение, лично подписала устав по надзору. Спустя каких-то полвека уже при Николае I Романове был сформирован так называемый арестантский полк, специально для охраны и защиты тюрьмы. А еще через 20 лет, во второй половине 19 века, Владимирский Централ принимал первых политических заключенных. Государевая тюрьма «Владимирский Централ» – особое явление в нашей жизни. Особое по той причине, что она одной из первых стала политической тюрьмой. Политической тюрьмой она стала с 1863 года, когда в тюрьму начали поступать заключенные, члены польского восстания. В начале 20 века к политическим заключенным можно было отнести взбунтовавшихся кронштадтских матросов до революционеров Фрунзе и Гусеву, а также нескольких террористов-одиночек, замысливших убийство царя. Кормили политических весьма сносно – пюре, бульон, котлеты, компот, чай и килограмм хлеба в день. Но при этом тюрьма славилась самыми строгими мерами содержания и жестоким отношением к заключенным. Ведь сюда, как на пересылку, еще более века назад привозили приговоренных к смерти. Да и сейчас здесь ждут отправки по этапу пожизненно заключенных. Для многих из них, что сегодня, а что и сто лет назад, «Владимирский Централ», как это ни странно, последний глоток свободы, последний шанс. Шанс сбежать. Много было попыток. Решетки пилили, то при техосмотре простукаешь. Чтены разбирали. Все пытались. Легенды о побегах до сих пор передаются заключенными «Владимирского Централа» из поколения в поколение. И бежать, несмотря на строжайший режим и постоянные наблюдения, пытались всегда. Вы знаете, каждый заключенный должен иметь мечту о побеге. Если он ее потеряет, то он становится агрессивным для окружающих и надзирателей. Вот видите, какая философия, да? В ней есть какое-то такое рациональное зерно. Значит, Владимирский Централ, Государева тюрьма – это тоже история побегов. Вот первый побег был совершен, можете себе представить, в 1805 году. По официальной статистике, ни одного удачного побега из Владимирского Централа не было. Исключение может составить разве что история Михаила Фрунзе. Будущий создатель Красной Армии и герой гражданской войны, попавший в Централ за вооруженные нападения на полицейского, из Владимира убежал. Так родилась первая легенда Централа. Существовала легенда, якобы Михаила Васильевича Фрунзе, это будущий советский начальник, пытался бежать из Владимирской тюрьмы. Но его сокаемник Визниковский революционер Скобейников в своей книге, опубликованной в 1926 году, писал, что действительно готовился побег, пилилась решетка, заглушаясь ее таплетарскими песнями, подговорили, надзиратель любите или выпейте, но надзиратель по семейным струсил и ожидаемо знака не дал. То есть решетка была отпилена, но побег не состоялся. А бежал он из суда, что в настоящее время находится на Соборной площади. С этого суда Фрунзе имел честью бежать. Еще одна легенда Централа – убийство заключенных. По слухам, их расстреливали ночью в сырых подвалах тюрьмы. Трупы заворачивали в старые простыни и выбрасывали за ограду городского кладбища. Правда, официальной информации на этот счет нет. Часть архивных документов, относящихся к 30-40 годам прошлого века, исчезла, а устных свидетельств так и не было найдено. Во Владимирском Централе не приводились в исполнение смертные приговоры. Не приводились в исполнение смертные приговоры, во всяком случае, вот в 50-е годы. Были смертные приговоры по событиям в Муроме, когда были массовые беспорядки в 61-м году с жертвами, и было вынесено несколько смертных приговоров, но они были приведены в исполнение в первой тюрьме Владимирской. Сотрудники Владимирского Централа обходят молчанием белые пятна своей истории, а значит и в целом истории всей страны. Но это не их вина. Документально удалось подтвердить хотя бы весь список узников, а это было сделать не так-то просто, учитывая, что, например, в 1952 году Централ разместил у себя 32 номерных зэка. У вновь прибывших были только номера. Ни фамилий, ни должностей заключенных не знал никто, кроме начальника тюрьмы России номер один. Никто не должен знать, кто находится где. То есть даже надзирателям запрещалось с ними говорить. То есть они все находились в одиночных камерах, то есть без связи с внешним миром практически. То есть во время прогулки Токсин разрешал встретиться, например, с семьей. Все. Сидели все строго в одиночных камерах. В списке узников в железной маске оказались почти целиком члены правительства стран Балтии, в основном литовцы, а также венгерские коммунисты, осужденные за шпионаж в пользу Англии. Брат Сергуар Дженикидзе Константин Константинович, сестра жены Иосифа Сталина Анна и ее двоюродная сестра. Итого 32 человека. Постепенно тюрьма по своей голубиной почте узнала имена узников, проведших к этому времени в застенках от 10 до 15 лет. Мы только сдали номер по номерам. Фамилии, имя, отчество мы ничего не знаем. Сколько ее ему срока дали? Ну, статью поскажут, там, услышат что-то, что статья такая, 25 лет срока. Ну, за 25 лет срока дают, значит, за дело дают. Самого засекреченного заключенного Владимирского Централа привезли в тюрьму ранним январским утром 1956 года. Ему не был присвоен номер, ему просто изменили фамилию. Новичку были созданы особые условия содержания. В камеру поставили цветы и провели радио. В учетной карточке не были указаны ни дата рождения, ни статья, ни срок, ни профессия. Только дата ареста и имя. Васильев Василий Павлович. Мое дежурство как раз было, привезли его. Он был в ватнике внизу, его курточка была летная, меховая, коричневая. Ну, сразу нас предупредили, что приедет. Такое-такое-то лицо, все. Васильев Василий Павлович. Ну, вот, привезли, поместили во второй корпус больничный. Камеру давно приготовили, там днем все сделали. Начальник был, принимал сам, конечно, его. Через полгода узнали, что это был сын отца народов Василий Сталин. То есть он наработал на механических мастерских. То есть ему разрешили работать. Василий Сталин был молчалив, угрюм. О прошлом не вспоминал. В то время своего производства в Централе не было. И Сталина назначили механиком на тюремный хоздвор. Токарем Сталин оказался хорошим. И даже сконструировал особую тележку для перевозки продуктов. В Централе ее используют до сих пор. Жены присылали ему посылки. Кто-то даже инструменты провозил в чемоданах. Его уважали все. И заключенные, и сотрудники самого Централа. Но в Центр, в Москву, генеральному прокурору Руденко все же было написано. За период пребывания в месте заключения Сталин ведет себя вызывающе, злобно. Требует для себя особых привилегий, которыми он пользовался при жизни отца. С троптивостью славилась еще одна знаменитая узница Централа. Актриса Зоя Федорова. Она была арестована в декабре 48-го и приговорена к 25 годам тюрьмы. В ее учетной карточке было записано «Террористка». Во время войны Федорова полюбила американского офицера, от которого и родила дочь. В 1945-м возлюбленного Федоровой срочно отозвали на родину. А ее арестовали и посадили. По собственным рассказам Федоровой, причиной ареста стал подаренный американцам золотой пистолет. Об этом актриса говорила многим сотрудникам тюрьмы, и все они спешили отойти от нее. В те времена любые неслужебные разговоры могли закончиться тюрьмой для самих надзирателей. Зою Федорову освободили в марте 1954-го года по личному указанию маршала Георгия Жукова. Но всерьез вернуться на сцену ей так и не удалось. Федорову брали сниматься только в маленьких эпизодах. Соседкой Зои Федоровой по камере была знаменитая певица Лидия Русланова. Ее обвинили в организации так называемой антисоветской группы, после чьей-то очередной анонимки, написанной на имя вождя народа. Сталин разбираться не стал. И Русланову для начала отправили в лагеря на лесоповал. В тюрьму ее привезли в начале 50-го. Русланова любила петь, пела громко, за что ее часто сопровождали в карцер. Но она продолжала петь, только тихо и забившись в угол собственной камеры. Владимирский Централ ценил свою тишину. Тюрьма была в большинстве случаев наполнена политическими, интеллигенцией. То есть, как говорят ветераны, в тюрьме играл радиопродуктор, и была тишина. То есть, представляете, в тюрьме было тихо. То есть, можно было услышать в коридор легкое поскрипывание, когда тихо передвигался младший инспектор по дорожке, которая лежала между камерами. То есть, практически было неслышно. Были дорожки, хлопчат бумажные, тканые, не ковровые, а простые льняные дорожки. По обоим сторонам коридора. Видите, чтобы было мягче ходить. И не бесшумно подходить к камере. Ни политические, ни репрессированные, до поры до времени хлопот власти не доставляли. Куда сложнее было охранять отпетых рецидивистов и уголовников. Оружия, кстати, у надзирателей не было, просто не разрешалось. Урки сидели отдельно от остальных категорий заключенных. Но проблем от этого меньше не становилось. Уголовники тогда были такие дерзкие, что они только здесь творили. Ужас один. Возьмет, ухо отрежет и выбросит. Форточку в карцере сидит. В санчасть подобрала. Значит, Бутова, начальник санчастья, пришила ему. Пришила. А он опять ее оторвал. И вот так, давай, пьер без уха. Прозвища дали этому осуженному. А то и хулиган, вот цыганенок был один у нас. Как я, Сулимов. Разрежет так здесь немножко, все это, чтобы голое было. А голубей ловили. Раз, поймай, кишки выняты, сюда положат. Орет, у меня кишки, тут видно все. Было ужас, как тогда с ними работать. Очень было тяжело. Отношения с уголовным миром у политических заключенных складывались довольно мирные. В 30-х и 40-х годах воры в законе могли даже поддержать голодовку, объявленную кем-то из политических арестантов. Позже, особенно в 60-х и 70-х годах, диссиденты предпочитали заниматься иностранными переводами или написанием диссертаций. Уголовники относились к этому тепло, с пониманием. И при этом постоянно поддерживали контакт с политическими. Во Владимирской тюрьме было относительно хорошо налажено на переговоры через унитаз по разным этажам. Нужно сказать, что в следующих тюрьмах, видимо, уже был опыт учтен. И возможности для переговоров через унитаз с камерами было гораздо более ограничено. Можно было только с соседней камерой. Там же иногда можно было переговорить с этажа на этаж. И позднее я понял, что КГБ тоже активно этим пользуется, для того, чтобы следить, какую же информацию мы передаем. Передаем. Создатели Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа, Ленинградской подпольной антикоммунистической организации, Игорь Огурцов и Леонид Бородин, сидели во Владимирской тюрьме рядом. Их политическое движение впервые в послевоенной истории СССР ставило своей целью вооруженное свержение власти. Устав организации предусматривал захват оружия и создание боевых подразделений. До сих пор осталась характеристика, данная в Централе Бородину, злостный нарушитель режима. Когда ты прибываешь из лагеря в Владимирскую тюрьму, первое твое наказание – это два месяца пониженного питания. Учитывая, что питание там и так не блеск, к концу второго месяца некоторые на прогулках уже падали в обморок. Еще в 1935 году Владимирский политизолятор был переименован в тюрьму НКВД, а в сороковые стал особой тюрьмой госбезопасности. Наличие кураторов от Лубянки ни у кого не вызывало вопросов. Их работа в то же время и результатов не приносила. Заходили в основном поболтать. Особым любимчиком офицеров НКВД был один из активистов и основателей Белого движения Василий Васильевич Шульгин, депутат трех государственных дум, писатель и публицист. Вот он на хронике 1917 года. А на этих кадрах 1962 года Василий Шульгин уже после освобождения из Владимирского Централа, где провел неполных 8 лет – с 1949 по 1956. После освобождения администрация области просто не знала, что с ним делать. Он так и остался жить во Владимире. В маленькой старой квартире, куда навещать его приезжали Мстислав Ростропович и Илья Глазунов. Коммунисты исполняют то, что они обещали. Они говорили, надо разрушить старое, чтобы его миссии разрушить новое. Я не верил, что они могут разрушить новое, но очень хорошо видел, как бы жалостно они разрушают старое. Василию Шульгину, так и не отрекшемуся от своих взглядов, до конца жизни не удалось понять, почему революционный молох, то ли во имя очищения своих же рядов, то ли по чьей-то нелепой ошибке, в одни и те же казематы поместил и его, потомственного аристократа и монархиста, и революционера Сулеймана Азимова из Узбекистана, и члена РСДРП Григория Полежаева, побывавшего во Владимирском централе аж дважды, и первого лидера советского комсомола Ефима Цейтлина, расстрелянного в 1937-м, и, наконец, доктора Василия Парина, создавшего кровозаменитель во время войны и спасшего тысячи солдатских жизней. Но время требовало все новых жертв. На этой фотографии стерто лицо Жана Дупора, одного из создателей системы политических лагерей в начале 20-х и ставшего в 1937-м начальником Владимирского централа. Жан Георгиевич Дупор, то есть в 1920-е годы в Челябинске создает первый российский политоизолятор. В 1925-м году руководил Суздальским политоизолятором. В 1937-м году начальник Владимирскую тюрьму, а в 1938-м году репрессировали. Из письма Жана Дупора председателю КГБ СССР Шелепина. «Я был арестован, избивался в беревских кабинетах, но еще хуже для меня было, что оказался в камере с теми сионистами и эсерами, которые сидели в моей же тюрьме». Жан Дупор в одночасье превратился в обыкновенного уголовника и теперь, уже сидя в карцере своей же тюрьмы, был вынужден сам отвечать на вопросы заезжих офицеров НКВД. Такая же участь спустя 20 лет постигнет еще одного чекиста, генерала Павла Судоплатова. В послевоенные годы именно он допрашивал в камерах Владимирского Централа немецких и японских военнопленных. Сидели они отдельно от всех остальных. В свою очередь немцев содержали отдельно от генералов японской армии, руководителей религиозного общества «Красная свастика». Но именитых военнопленных из штаба Гитлера было во много раз больше. Здесь сидел и начальник личной охраны Гитлера Раттенхубер, и фельдмаршал Шерен, и комендант Берлина генерал Вейзлер. Тех, кто выжил в российской тюрьме в середине 50-х, передали согласно договоренности с канцлером Аденауэром в Германию. Герои детки делали отдельно, конечно, они все старые, дряхлые. Вейзлер, вот хорошо мне запомнился, командующий обороны Берлина, сдавал он капитуляцию в Берлине. Так он умер там, во втором корпусе. Японские генералы. Еще недавно они мечтали пройти победным маршем по Сибири. Генералы увидят Сибирь, но увидят в колоннах пленных. Ни один из руководителей Квантунской армии, в том числе знаменитый военный полководец Юи Джи, до освобождения не должен. Хоронили их здесь же, на тюремном кладбище. Значительно позже представители японского посольства установили на предполагаемом месте братского захоронения памятник с поименной доской погибших военнопленных. Правда, доску эту кто-то уже украл, и кто здесь похоронен, никому уже неизвестно. Хоронили их ночью, по ночам. То есть, чтобы никто не видели и не бредили. Говорили в простынях, говорили в одеялах, не знаю как. А родственникам не давали. А потом уже начали, наш уже позже давать родственникам. Ну, сообщать сообщали, а не давали труп. А сейчас кого есть, родственники кто-то, кто желает, приезжают, забирают. Вот такие вот дела. Сотрудничество с администрацией учреждения, даже с целью смягчения условий содержания, как у уголовников, так и у политических заключенных, считалось, мягко говоря, дурным тоном. Только свой протест каждый выражал, как умел. Вешались много, вешались, были самоубийцы, конечно, резались. Один вот, помню, вену здесь перерезал, в паху, будь-то спит. Пошли, а, мертвый, ножичек маленький такой и порезался. Эстонец. 60-е годы были, пожалуй, одним из самых напряженных этапов жизни Владимирского Централа. Уголовники вскрывали себе вены, глотали гвозди, нападали на контролеров. Политические узники выбирали голодовку. Эта мера казалась более действенной. Впрочем, и наказание следовало незамедлительно. Когда тебя бросают в карцер, карцер, это опять-таки, это такой вот квадратик, в середине дырка и лед. Таборетка вбитая в пол, лежать нельзя, нары подняты. И вот ты весь день либо ходишь, либо прыгаешь, ночью спать больше 15 минут нельзя, ты вскакиваешь, делаешь зарядку, потому что холод. Вот это, пожалуй, такие самые тяжкие воспоминания, какие физические. Голодовки, как правило, долго не продолжались. Политическим заключенным разрешалось выписывать любые, естественно, советские газеты, книги и, наконец, писать самим. Даниил Андреев, получив заслуженную славу уже после смерти, именно во Владимирском Централе написал «Розу мира». Это произведение удалось спасти, в отличие от рукописи Юлия Даниэля. От него в наследство сыну и жене Ларисе Богорас остались лишь письма и несколько стихотворений. Он знал, что рано или поздно его тайное писательство приведет его в лагерь, а где-то с начала 65-го года он считал, что это близко. Именно поэтому он тогда мне, 14-летнему, мальчишке дал прочесть свои книги, как я теперь понимаю, для того, чтобы я был готов к дальнейшему. Судьба этой семьи уникальна. Лариса Богорас после демонстрации протеста против ввода советских войск в Прагу была арестована. Муж, Юлий Даниэль, за повесть антиутопию «Говорит Москва», сидел во Владимире. Лариса Богорас вновь выйдет замуж за правозащитника и диссидента Анатолия Марченко, по злой иронии судьбы уже отсидевшего во Владимирском Централе в начале 60-х. Когда Анатолий Тихонович был во Владимире, это было немножко раньше, чем... Собственно, он еще тогда не был моим отчимом. Это было на несколько лет раньше, чем когда Юлий Маркович там находился. Вот если внимательно прочесть его мемуарную книгу «Мои показания», то более или менее ясно, что для него Владимир тоже был как бы последним кругом. Ада. Из воспоминаний Анатолия Марченко. «Царское здание сухое и теплое, советское сырое и холодное. В камере мерзнут уши и никогда не снимаются бушлаты. Царские окна заложены советскими кирпичами вчетверо». Это был народ очень начитанный, разрешалось иметь в камере много литературы, соответственно, основания законов они требовали каких-то себе, что им должно положено быть. Вот как вот Буковский, то есть он был... Щаранский тот же имел много книг, и они выступали с какими-то определенными требованиями. Основание этих знаний, законов и так далее. Действующий министр в правительстве Израиля Натан Щаранский, еще один знаменитый заключенный Владимирского центра, стал единственным из узников-диссидентов, кто вошел в большую политику. «Когда я только приехал в Владимирскую тюрьму, и на этапе я уже слышал, если рассказывать, как по радио передают, что вот американский шпион, Щаранский осужден, и весь этап гудит, американский шпион для них. А я вначале, когда ехал с уголовниками на этапе, начал было оправдываться, что да я никакой не шпион, ребята. А потом я понял, что напрасная оправда, и для них это как-то почетно, побыть рядом с настоящим американским шпионом». Изображал из себя борца за права человека, а на деле шпион, завербованный Центральным разведывательным управлением. Пересылал за океан сведения, которые составляли государственную тайну, за что и был осужден. Натану Щаранскому не удалось сохранить ни свои дневники, ни письма. Цензоры Владимирского Централа уничтожили все его рукописи. «Специально два цензора сидели. Они и сейчас сидят два цензора или три. Каждое письмо, которое отправляется, которое приходит сюда, спереди, чем ее отправить, прочитают, все запаковывают и сами отправляют. И получают так же. Прочитают, старшим по корпусу несут, он уже потом раздает им. Эта цензура была все время». Проверялись не только письма. На свиданиях вообще запрещалось обсуждать как политическую ситуацию в стране, так и ситуацию в самой тюрьме. За нарушение могли лишить свиданий и надолго запретить переписку. Был период, когда у нас был ленивый цензор. Разрешалось одно письмо в месяц. 11 грамм веса. Это 10 листов тетрадной бумаги в клеточку. Клеточка разлинула напополам. Пишешь карандашом, карандаш затачиваешь. Периодически, через каждую минуту, цементный пол, так, чтобы он был как иголочка. Отец мои письма читал через лобу. И вот был период, когда там был такой ленивый цензор. 11 листов с двух сторон, мельчайшим почерком читать. Мне таким образом удалось приправить целую книгу рассказов. Некоторым заключенным писать в тюрьме разрешалось. Более того, их рукописи прямиком отправлялись в Кремль. Известно, например, что авиаконструктор Угер готовил в камере Централа чертежи знаменитого самолета У-2. Позднее судьба сведет Угера с самым знаменитым пилотом его собственного самолета, американским шпионом Фрэнсисом Пауэрсом. Но к этому времени все научные работы в камерах Владимирского Централа были приостановлены. Смерть Иосифа Сталина внесла коррективы как в жизнь страны, так и в жизнь ее главного казенного дома. Разведчик-диверсант Наум Эйтингон, организатор убийства Троцкого, прибыл во Владимирский Централ в 57-м. Через год его соседом по камере станет ближайший соратник Павел Судоплатов, заместитель начальника главного разведуправления МГБ СССР. Мы обороняемся. Мы в обороне. Мы первыми не начинали. Нас стреляли. В нас стреляли. Впрочем, нас готовились заговоры везде и всюду. И это не липовые вещи. А мы знаем хорошо, что готовили. Эйтингон и Судоплатов сидели вместе несколько лет. Их специально изолировали от тех заключенных, которые оказались в этой тюрьме по воле самого Судоплатова. Судоплатов хорошо вел, все. Он нормально. Сидел он во втором корпусе все время. Тоже вдвоем они сидели. Тогда не работали ничего. Только сиди и гуляй. Час прогулки. И все остальное, все в камере. Из воспоминаний Павла Судоплатова. Голод был нашим постоянным спутником. Достаточно было поглядеть в тусклые глаза заключенных, чтобы убедиться в этом. В день нам разрешалась прогулка от получаса до 45 минут. Туалета в камере не было. Его заменяла параша. Павел Судоплатов отсидел 10 лет. И вышел только в 1968. Вины своей не признал. С Наумом и Тингоном продолжал вести дружбу. Но вот о тюрьме вспоминать не любил. Хотя и говорят, что ни с кем из своих бывших подследственных он даже не виделся. Это правила игры. Были ему понятны. Они были очень жестокие. Кого-то удавалось вырвать при Сталине из этих застен. А по тем, кто был расстрелян, вообще решений не принималось. Нет человека и нет проблемы. Единственным крупным международным шпионом, которого Судоплатову не удалось уже допросить, был Фрэнсис Гаррель Пауэрс. Тот самый пилот самолета У-2, осужденный на 10 лет тюрьмы в мае 60-го и приехавший отбывать свое наказание сюда же, в Централ. Беседы Пауэрса с сокамерниками тщательным образом прослушивали сотрудники КГБ, создавшие в соседней камере целый оперативный штаб. У нас свои были КГБшники. Все время здесь два человека. Все время их кабинет был. Они работали с ними, с этими всеми осужденными, которые под их... В октябре 1962 года Пауэрса увезли в Лефортово. Как выяснилось позднее, менять на советского разведчика Рудольфа Абеля. Хотя в тот момент никто не знал, зачем и почему так спешно выводят из Централа летчика-шпиона из США. Прекли машины черные, вышли люди в форме, то есть забрали и все. То есть это проходило быстро. То есть такого фурора не производилось. Зрителей по этому поводу очень было мало. Это был лишь один из двух самых знаменитых политических обменов в истории Владимирской пересылки. Следующим героем скандальной международной хроники стал публицист и правозащитник Владимир Буковский, отсидевший в Централе с небольшим перерывом 4 года. В 1976 году транзитом через Лефортово Буковский будет отправлен в Цюрих, где под покровом ночи произойдет его обмен на лидера чилийских коммунистов Луиса Карвалана. Интернационализм сильнее любых заговоров. Его голос сокрушает самые жестокие застегки. Он зовет коммунистов всех стран на борьбу за свободу народа. Буковский еще долгие годы будет вспоминать это время. Годы, проведенные во Владимире, из памяти не сотрутся. Сын Павла Судоплатова будет навещать камеру своего отца. А Леонид Бородин опишет в своих книгах дружеские посиделки в тюремных камерах. Это сидели взрослые, серьезные люди. Мы могли до хрипоты, до крика спорить о причинах падения Римской империи. Но мы не трогали взгляды друг друга. Потому что перевоспитывать друг друга, или какие-то разногласия выяснять, это же были люди, отдавшие свою жизнь. Владимирский Централ перестал быть политической тюрьмой в 1978 году. В канун Московской Олимпиады, согласно специальному указанию из столицы, тюрьма превращается в исключительно уголовную пересылку. Почти как в самом начале своей истории, при Екатерине II. Но новое время позвало своих героев. Средний возраст заключенного Владимирского Централа сегодня около 30 лет. Политических дискуссий здесь больше не происходит. Песен никто не поет и не разрабатывает конструкцию самолетов. Все свободное время осужденные проводят, изучая интернет и молясь за сокращение своих сроков. С Божьей милостью, да, я, конечно, в тюрьму пришел верующим человеком. Я с Божьей милостью в 1937 году увидел этот свет и бросил все, что нужно было. Мирского и греховного. Жил я, конечно, в беззакониях и в грехах. Я не скрываю, я преступник и преступником был. Но с Божьей помощью и с Божьей милостью, Господь милосердный, Он во мне зажег другой, в принципе, огонек в моем сердце. И теперь все мое стремление жизненное, как бы оно ни было, к Нему, Господу. Ипподиакон Павел, он же Павел Петров, староста храма святого Николая Чудотворца, служит уже четыре года. Он ведет службы, венчает, крестит, беседует. Исповедовать не имеет права. Павел пришел в тюрьму сам. Сделав официальное признание властям в своих прегрешениях, сразу же был отпущен домой. Решили, что сумасшедший. Когда же начали проверять его слова, поспешили Павла вернуть обратно, в тюрьму. Этот человек в течение многих лет занимался вымогательством денег у людей, которые их имели. При этом этот человек допускал в момент совершения поступки низменные. Он надругался на целом ряд потерпевших. Больше я не хочу говорить на эту тему. Павлу дали срок 24 года. Из своей камеры он соорудил храм. Тогда ему выделили еще одно помещение. Заключенные отнеслись к нему с недоверием. Все-таки у него за спиной разбой, грабежи, вымогательство, изнасилование, похищение людей и еще с десяток статей. И вдруг зовет побеседовать. Поначалу в нем заподозрили стукача. Вначале было, конечно, тяжело, потому что были такие, как говорится, и осуждения на меня, и клевета на меня. Но это, в принципе, действовал бес через людей. Я не стремлюсь к достаточному освобождению или раннему освобождению. Поверьте, не стремлюсь. Для меня, слава Богу, здесь. Я с Богом. Ведь с Господом Богом можно находиться и в скорлупе, понимаете, ореховой. И будь с Богом, и будь хорошо. И не важно, где человек находится. Будь ты в тюрьме, будь ты на свободе. Вроде даже сейчас сложнее спастись, чем в тюрьме. Гражданин Петров, похоже, забыл, что написал недавно прошение о помиловании, которое, к слову, было единогласно отклонено. Видно, бес Петрова попутал. Так что сидеть ему еще 22,5 года. Сидеть с комфортом. Сторожилы Владимирского Централа называют сегодняшние условия тюрьмы почти что курортными. Не то, что раньше. Был действительно советский централ, потому что советская тюрьма отличается тем, что речь не только идет о вашей физической изоляции и соответствующих наказаниях, которые уже само по себе серьезно, тюремная изоляция. Но речь идет и о том, чтобы причинить вам как можно больше физических страданий. У каждого времени свой герой. У каждого времени своя память. Здесь это чувствуется особенно четко. И зарекаться здесь не надо ни от чего. На центральной площади города, если оглядеться по сторонам, под рукой окажется все, что нам в жизни, увы, иногда приходится проходить. Здесь и роддом, и школа неподалеку, академия МВД, прокуратура, суд, тюрьма, психушка и, наконец, кладбище. Маленькая страна на одном квадратном километре. Написанная за решеткой история 20 века. Субтитры создавал DimaTorzok